Посвящен истории и перспективам уникального вещества Graphene, системам очистки воды GraphFuture и новости от линии Perfect Home о новых разработках. Информация будет краткой, потому что в полном объеме она будет представлена на годовщине компании в Измайлово 20 апреля 2019 года, где мы вас будем все рады видеть. Итак, у нас есть люди, которые знают, что такое Couching Graph, который он есть на кухне, даже иногда не один. Сегодня будет информация и для тех, кто первый раз слышит, и для тех, кто уже знаком с этой системой, о том, какие нововведения, какие улучшения, какие инновации будут у нас внедрены в 2019 году. И немножко о самой воде. У воды, как известно, есть очень много параметров, 90% из которых только изучаются. Вода – это живая подвижная структура. Самые разнообразные воздействия могут сделать и лучше, и хуже. Самое опасное – это, конечно, растворенные в воде, невидимые глазу различные вещества, которые могут влиять на здоровье от человека. Все живые организмы зависят от воды, все биохимические процессы в организме происходят и опостреливаются через воду с участием воды. Ну и, соответственно, степень частоты воды, степень ее влияния на организм называется биологической активностью. Мы можем это увидеть, эту биологическую активность, на примерах различных экспериментов. Для того, чтобы подтвердить, что вода многолика, даже если вода не имеет в своем составе ничего, кроме H2O, то есть водорода и кислорода, даже в этом случае воды у нас больше 400 видов. Почему? Потому что есть различные изотопы водорода, кислорода, дейтерий, тритий, протий, и, соответственно, стабильные изотопы кислорода 16, 17, 18, а есть еще нестабильные и так далее, и так далее. Поэтому при рентгенном структурном анализе видно, что вода имеет абсолютно разную структуру, в зависимости от того, из каких изотопов кислорода и водорода она состоит. Только из этого факта можно уже заключить, насколько разнообразно может быть влияние воды на наш организм. В мире порядка миллиарда человек не имеет доступа к чистой, безопасной питьевой воде. В России водных источников достаточно, а есть страны, в которых сейчас воду добывают уже из воздуха. Это проект Watergen, стоимостью 1,5 миллиарда долларов, где, собственно говоря, используются специальные установки, которые прокачивают воздух, конденсируют ту влагу, которая в нем находится, и таким образом получают воду. Таким образом, воду можно получить везде, в любой точке планеты. В России, конечно, это не рентабельно, поскольку у нас полно водных источников, рек, озер и так далее, и достаточно богатые подземные воды. Почему тогда мы говорим о воде и, в общем-то, ее актуальности? Потому что какие бы источники мы не использовали, они все имеют разную специфику. Где-то повышенное содержание марганца, где-то железа, где-то очень много солей и кальция, карбонатная жесткость, где-то очень много загрязнителей различных, которые поступают из водоемов. То есть водоемы поступают с полей, например, удобрения различные, продукты животноводческих стоков, то есть паразитарная может быть зараженность, бактериальная, вирусная и прочее. Кроме всего прочего, есть проблема длинных трубопроводов, потому что если с водоканала вода выходит в состоянии изумительном, погостном, то до наших кранов в квартирах она доходит не всегда такой. Ну, достаточно разобрать трубу, которая 10 лет простояла в любой квартире, и посмотреть, чем она покрыта изнутри. Вот на фоне всех этих проблем и началась, в общем-то, история развития графенов. Вообще графены еще с прошлого века предполагали их наличие, но никто не мог их выделить, потому что исследовался графит, как один из материалов, содержащих углерод. И графит представляет собой слои графенов, двухмерных кристаллов. И вот впервые явление стабильного состояния графена, выделенного из кристаллической решетки графита, было описано в 1996 году. И уже в 2001 году было удостоено Международной ассоциации авторов научных открытий, диплома за научное открытие Виктора Ивановича Петрик. В 1998 году Виктор Иванович уже создал первое промышленное производство графенов методом холодной деструкции. Хотя тогда уже существовали методы получения терморасширенного графита, который очень сильно уступает в свойствах ассорбционных способности очищать воду от того самого чистого графена, который получил Виктор Иванович. Метод был запатентован в 54 странах мира, в том числе и в США. Есть патент, представленный на этом слайде, от 2004 года, он поддерживается. Кроме патента на производство, существуют патенты на применение графена в системах водоочистки. В конце презентации моей сегодняшней, вы поймете, почему это очень важно. Я хочу вам это в голову заранить. То, что есть патент на применение графена в системах очистки воды, в фильтрах для воды. Графены всесторонне исследовались в самых разных университетах в мире. Это различные методы, которые являются очень дорогими, потому что самооборудование для них стоит миллионы евро. Это метод спектроскопии, спектрального анализа в институт криминалистики, ФСБ, институт спектроскопии РАН. Для чего это все делалось, изучалась его способность. Например, удельная поверхность, колоссальная удельная поверхность. Если каждый листочек графена, которого в кубическом сантиметре графита содержится миллионы, то есть сколько он обладает, количеством каких связей он может обзавестись, когда, например, контактирует с водой, сколько он может соединений уловить из воды и так далее. Все эти исследования, которые были сделаны сначала в России, в дальнейшем были проведены исследования в Калифорнийском университете, в Дэвисе университете, в Израиле, в Институте токсикологии, в Индии, в Берлине и так далее. С 1997 года проводились системные исследования графенов для применения в медицине и в кардиологическом центре были результаты получены при очистке с помощью графенов плазмы крови на аппарате искусственной почки. В 2000 году в Институте экспериментальной медицины и НИИ и скорой помощи Джинни Лидзе в Санкт-Петербурге были проведены исследования заживляющего воздействия графенов при ожоговых и гнойных ранах. Были получены чудесные результаты даже у тех пациентов, на которых не действовали антибиотики. Полностью вторичным натяжением были заживлены раны, в которых засыпался парашок графена. И позднее графены, названные веществом УСВР, углеродный сорбент высокой эрекционной способности, они стали основой для создания системы очистки воды, разливов нефтепродуктов, сбора нефтепродуктов с поверхности, изготовления катализаторов и в многих других областях. Стоит сказать, что для сбора нефти с поверхности, например, для сбора 80 грамм нефти, необходимо всего 1 грамм графена. То есть весовое соотношение, собирая нефти, 1 к 80. Соответственно, 1 килограмм графена уже собирает 80 килограмм нефти. Ну и на основе этого вещества впервые был создан фильтр типа кувшин, линии Perfect Home от Perfect Organics, тоже запатентованные все названия. И назывался он сначала граф, сейчас он практически не изменил свое название, но приобрел еще окончание Future. Future – это будущее. Граф происходит от названия вещества, который является основой, сердцем этой системы, фильтрующего элемента, именно картриджа. Намекаю на то, что эта система основана на графенах. Этот фильтр, вы уже знакомы с ним более трех лет, и важное его достоинство, одно из важнейших достоинств, помимо того, что он очищает воду более чем по 25 показателям, это то, что он не влияет на минерализацию исходной питьевой воды. Почему это так важно? Дело в том, что на эту тему есть очень много работ, а человек в основном получает минеральные вещества, и в том числе так называемые trace элементы по-английски, или микроэлементы из воды, которую он пьет каждый день. И работы различных эпидемиологов, которые изучали популяцию людей, которые живут компактно, рядом, имеют одни генетические корни, абсолютно разный возраст, средний возраст ухода из жизни. И, например, в Осетии эти исследования проводились, южные и северные, и там показана разница в 15-20 лет, которая исключительно зависит от разницы в той самой воде, которую употребляют люди в этом регионе. Поэтому минерализация – важный показатель, и мода на фильтры осматического типа, которые с помощью обратного осмоса чистят воду, и потом якобы ее минерализируют. Первые годы продаж в России, первые десятки лет вообще минерализаторов на эти системы не ставилось, и люди пьют дистиллированную воду. Сколько проблем со здоровьем возникает при употреблении дистиллированной воды, никто еще не считал, но это очень серьезные последствия. Минерализаторы, которые сейчас стоят на этих системах, они никуда не годятся, они достаточно однобоко минерализуют воду, состав очень бедный, и тоже эти исследования имеются. Самое оптимальное – это употреблять воду, богатую минеральными веществами, либо у нас во многих регионах мягкая вода, например, в Санкт-Петербурге очень мягкая вода, людям не хватает того же кальция и так далее. Здесь обязательно нужно прием ввести минеральных добавок, которые восполняют этот дефицит. У нас такая минеральная композиция есть, это минеральный комплекс мультиминерал-74, цифра 74 сама по себе заявляет о количестве тех самых элементов, которые там присутствуют. Дальше. Важность количества воды, которую употреблять должен человек каждый день. Это тоже изученный показатель, хотя до сих пор эта информация не распространена в медицинском сообществе. Мало того, об этом вообще в принципе не учат ни студентов медвузов, и врачи на эти темы не собираются. Все собираются обсудить новый лекарственный препарат или новую схему лечения, но поскольку питьевой режим относится к образу жизни здоровых людей, никто не упоминает питьевой режим в схемах лечения и так далее. За исключением каких-то лекарственных препаратов, которые требуют либо большого приема воды и так далее. И еще одна ошибка. Врачи часто говорят слово «жидкость». Они спрашивают, сколько жидкости вы употребляете в день, или нужно столько жидкости употреблять. Жидкость, которую подразумевают под собой чай, суп, сок и так далее, это не вода. Нам с вами нужна нормальная чистая питьевая вода для того, чтобы функционировал хорошо наш организм. Почему? Какие количества? Давайте рассмотрим вот эту схему из последнего руководства по диетологии. Большой желтый, огромный учебник, весом килограмма в полтора для вузов издательства «Питер». И здесь есть такая схема, я специально сфотографировал, ничего сам не придумал, сколько по ходу желудочно-кишечного тракта выделяется жидкости у человека. А что такое, что это за жидкость? Это различные соки пищеварительные. Слюна, например. 99% все эти пищеварительные соки состоят из воды. Слюна 0,5-2 литра в течение дня. Соответственно, она разжижает пищу, способствует ее начальному перевариванию и так далее. Желудочный сок, который производит донатурацию пищи, то есть обработку ферментами, кислотами, в нем тоже размешаны различные вещества, но на 99-98% это та же вода, 2-2,5 литра. Желчь от полулитра до литра выделяется, панкреатический сок от полутора литра до двух литров, то есть уже деполимеризация идет белков, расщепляются жиры ферментами и так далее. Сок тонкой кишки 1,5-2 литра. Ну и в толстом кишечнике преимущественно вода всасывается, но все равно мы теряем скалом от 150 до 250 литров воды. Мы теряем с мочой воду, организм теряет полутора-два литра в день. Естественно, очень сильно это зависит от количества выпитой воды. И, соответственно, выдыхается с воздухом, если сухой воздух, вообще до 3 литров можно воды потерять в день, если очень сухой воздух на улице. Если жара, тем более, еще и с потом присоединяются потери значительно. Таким образом, вы видите, что от 10 до 16 литров, из которых около 4 литров невосполнимой потери, остальная вода используется по замкнутому кругу, как техническая вода на предприятиях. Она ходит, она выделяется снова в кишечник, снова всасывается, соответственно. И это все энергозависимые процессы. Человек, который пьет мало воды, он вынужден постоянно беречь воду в результате почки. И недополучая достаточное количество воды, у них начинается накопление солей, концентрация излишней солей, которая может привести этот перекос к началу процесса камнеобразования в почках. Система кровообращения нестабильно работает при малом количестве воды. Хроническая усталость возникает из-за того, что организм должен постоянно энергозависимый процесс гонять воду по кругу, очищать ее опять, способствовать наполнению соками пищеварителями всей желудочно-кишечного тракта и так далее. Другие доводы в пользу того, что воды должно быть больше в рационе у человека, это последние исследования кавитационных свойств крови, которые показали, что кровь как отдельный орган, жидкий орган, в котором есть миллиарды собственных специфических клеток, которые больше нигде нет, он требует воды. Почему? Потому что каждый из этих миллиардов элементов крови, ретроцитов, лейкоцитов окружен диполями воды, двумя слоями всего воды молекулярной, двумя молекулами. И, соответственно, все эти триллионы белково-жировых мицелл, общая площадь которых более тысячи метров квадратных в кровяной системе человека, в них еще растворены и газы. Газов много очень. Это кислород, это СО2, углекислый газ, это водород, это азот, это окислоазот и так далее. Они бывают в крови в растворенном состоянии, но могут также переходить в микропузырьки и в крупные пузырьки, то есть увеличивая кровь в объемах до 45 литров, например, у обычного человека. Хотя мы знаем, что если слить кровь, то, соответственно, у нас поместится все в 5-литровую банку. Но в нашей кровяной системе, при том атмосферное давление, которое есть у нас в крови, соответственно, крови находится гораздо больше. Так вот, все скачки артериального давления, также ортостатический коллапс, падение артериального давления, все это присутствует у людей, которые мало пьют воды, потому что стабильность гемодинамики, это доказанный факт, это употребление от 3 до 4,5 литров воды в день. Это не значит, что нужно бежать и срочно ставить 2-3 фильтра и пить эту воду насильно, просто есть некая методика употребления воды ежедневной, которая физиологична, к которой организм привык, приучен и готов ее выдерживать. Это не значит, что нужно сразу следовать этим рекомендациям, но перейти к нормальному питьевому режиму, если вы пили до сих пор литр или полтора воды в день, перейти к 3 литрам в день достаточно просто. Главное заключается в том, что у вас стоит все время полный наполненный кувшин, вы сливаете эту воду, вы ее сохраняете, чтобы у вас всегда было достаточно количества чистой питьевой воды. Если вы хотите, вы можете ее прокипятить, ничего от этого не случится, если вы боитесь, что у вас завелись какие-то микроорганизмы, или фильтр стоит на свету, например, на подоконнике, он тоже стоит все-таки в тени, чтобы не развивались различные зеленые водоросли, которые тоже очень-очень любят чистую, хорошую питьевую воду, чтобы в ней прекрасно развиваться. И наилучшим образом является употребление большой дозы воды с утра, потому что это стимулирует кишечник, стимулирует пищеварение, стимулирует запуск общей пищеварительной системы и способствует тому, что человек с утра хорошо ходит по большому в туалет. Это физиологично, когда человек с утра до завтрака сходит в туалет, а поможет ему в этом пол-литра или литр холодной питьевой воды. Это единственное время, это утро, когда стоит пить воду именно холодной, либо комнатной температуры. Во всех остальных случаях воду физиологично рекомендуют пить теплой, то есть в районе 30-36 градусов. Почему? Организму не нужно ее нагревать, чтобы усвоить, чтобы она всосалась из желудка и кишечника, потому что вода всасывается только при температуре 38 градусов в желудочно-кишечном тракте, быстро удовлетворяет, соответственно, жажду. Вы, наверное, знаете, это среднеазиатская мудрость, никто не будет для утоления жажды пить холодную воду. Все пьют горячий чаек, либо теплую воду, и тогда быстро все получается. Итак, мы затронули вначале тему биологической активности. Вы пьете достаточно воды, и с вами начинают происходить чудесные превращения. Вы начинаете дольше находиться в бодрственном состоянии, у вас проходит хроническая усталость, вы увеличите свою работоспособность, мыслительные процессы и так далее. За счет чего? Этот вопрос не давал покоя и Виктору Ивановичу Петрику, поэтому он проводил исследования воды, очищенной с помощью графена, на биологическую активность в Институте токсикологии ФМБА России, еще начиная с 2008 года, Брунсвик лаборатории в 2010 году. У нас есть видео, где мыши бегут, плавают мыши. Разные группы мышей. Одни пили обычную воду, а другие ту же самую воду, но пропущенную через графеновый фильтр. И результаты существенно отличаются. По их выносливости, по их активности. И соответственно реальная цифровая разница. Вот мышка пила одну воду, она может проплыть 10 минут с грузиком на хвосте, вот такая же мышка пила другую воду, проплывает она после воды, пропущенной через графены, 15 минут. Это разница в целых 30%. Разница в экспериментах доходила до 70-100%. Индионациональный циклологический центр и исследования со спортсменами в Федеральном государственном бюджетном учреждении Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры. Но это все, что требует исследования либо в лабораториях, либо где-то. Есть исследования, которые можно провести дома. Это исследования с семенами различных растений. Они проводились и в научных центрах. Вот, например, в Аламовском университете, в Чехии проводились исследования с водой пропущенной через графены на прорастание семян гороха. Те эксперименты, которые мы представляем, это эксперименты более показательными, потому что взяты разные виды воды, которые мы в быту используем. От дистиллированной, которую мы заливаем в аккумуляторы перед зарядкой аккумуляторных батареек, до воды Эвен, Сан-Пелегрино, Святой источник или вода из-под крана. Соответственно, святой источник при седьмой день эксперимента уже показывает 90% опережения роста бобов. 20 бобов там, 20 бобов здесь. Вот фотография. Десятый день. Очень значительная разница в прорастании семян. Эксперимент с водой из-под крана. Здесь на десятый день эксперимента 50% опережения роста. Я показываю эти эксперименты, потому что вы их все сами можете повторить у себя дома. Даже дистиллированная вода на 12 дней эксперимента дает 80% опережения роста при пропускании через графеновый фильтр. То же самое показывают другие культуры. Семена огурцов. Эксперимент в Киеве проводился. На десятый день у нас 80% опережения роста. Семена пшеницы превышение динамики всходов на 35% после пропускания воды Сан-Пелегрино через фильтр Граф. Вода с углекислотой. Таких экспериментов можно придумать достаточно много. Один из таких сложных экспериментов, который был поставлен впервые в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, доктор медицинских наук Воробейчиков. Он был потом продублирован еще для того, чтобы сравнить результаты, в лаборатории BioBoston Contract, в лабораторе США. И, соответственно, это крыса, которым в желудок водилась суспензия из графена. И этим крысам удалялись почки. То есть это картина экспериментальной острой почечной недостаточности, при которой животное, у которого нет графена в желудке, жило в два раза меньше, чем животное, у которого был графен в желудке. То есть желудок, желудочно-кишечный тракт, наполненный графеной, брал на себя функции почек по очищению крови от накапливающихся шлаков, которые должны были выводиться через почки. Физиологический механизм этого известен. Действительно, животные в таком шоковом состоянии, когда у них перестают работать почки, начинают сбрасывать токсины через сосуды желудочно-кишечного тракта в желудок. Там находится сорбент, который забирает это все, и вновь из кишечника уже всасывается чистая, очищенная жидкость. Показательный эксперимент. И также очень интересные данные по программе «Чистая вода», который проводился с 2008 года в Новгороде, где по прошествии года во всех дошкольных учреждениях были поставлены фильтры, в прошествии года была подведена статистика. Резко снизилась заболеваемость вирусных гепатитов А. В случае заболеваемости дизентерии уменьшились практически в три раза. Средний показатель заболеваемости детей по сравнению со среднероссийской стал ниже на 64,5%. Мониторинг качества воды, очищенной с помощью этих фильтров, установленных в социальных учреждениях, осуществлялся по договору с профильством Новгорода силами Роспотребнадзора. И за период с 2008 по 2015 год было сделано больше 6000 анализов. И все заключения положительные, то есть о чем это говорит, что не было ни разу проскока каких-то загрязнителей свыше предельно допустимой концентрации, которые у нас определяются различными ГОСТами и так далее, САНПИНами. Поэтому в 2017 году на 2018 год вновь были выделены ресурсы в количестве 25 миллионов рублей на продолжение снабжения школьников и дошкольников водой, прошедшей очистку на фильтрах, содержащих графеновый наполнитель. Во многих регионах есть проблема жесткости, и к нам обращаются партнеры, которые, соответственно, жалуются на то, что фильтр, к сожалению, не чистит воду от солей жесткости. Я хочу сказать, что проблемы для здоровья здесь нет. Даже жесткая вода, прошедшая через графеновый фильтр, очищается от других вредных компонентов. Но поскольку я сказал вначале, что на минерализацию мы не влияем с помощью графенов, для этого нужны другие системы. Карбонатная жесткость – это та самая жесткость, которая проявляется при нагревании. Видно, ее становится при 55 градусах, карбонатный кальций начинает выпадать в осадок. И если вы заглянете в чайник, вы видите там налет, вы видите, что там есть мутная белая взвесь, либо хлопья крупные, достаточно укрупненные, которые обычно задерживаются ситечком. На каждом электрическом чайнике сейчас есть такое ситечко. Тем не менее, мы озаботились статистикой. Она действительно большая. Вот картирование всей нашей страны по показателю жесткости. И не только нашей страны. Видите, здесь, соответственно, достаточно большой регион. Особенно это южные места. Ну, что мы видим. Мы в разработке отказались на сегодняшний день от картриджа, который снижает жесткость воды. Почему? Потому что на сегодняшний день не существует ионообменной соли, которая в таком объеме, который картридж, вкручивающийся в кувшин граф, может обеспечить изъятие из воды вот этих лишних солей, карбоната. Для того, чтобы это произошло, нужны очень большие системы, которые обычно помещаются даже не под мойку, а лишь в коттеджах. Это большие крупные баллоны, в которых есть специальные ионообменные соли. Больше 80 см, более метра высотой они должны быть для того, чтобы процесс ионообмена с водой прошел правильным образом. Это различные катиониты, которые меняют кальций на натрий. Здесь есть два момента. Эта система должна быть автоматической, потому что когда весь катионит заполнится кальцием, он должен восстановиться. То есть через него нужно пропустить натрий-хлор, обычную пищевую соль, натрий-хлор, чтобы опять кальций был сброшен в водопровод, то есть в канализацию, и, соответственно, катионит стал восстановленным и снова выполнял свою функцию. То есть это компьютерная система, специальные контроллеры, которые стоят наверху этих баллончиков и гоняют, обеспечивая все эти процессы. Мы же пошли другим путем сейчас и подготовили проект достаточно уникального на рынке, предложение на рынке подраковинных систем с простой очень установкой. Это специальные джеки, такие трубочки синенькие, вы знаете, они, наверное, видели их в системах обратного осмоса, они используются при подключении к питьевому крану. Это префильтр для удаления солей жесткости. И если у вас накипь в чайнике, вода при кипячении дает белую хлопевидную взвесь, надо использовать префильтр Graph Eco, прежде чем чистить воду с картриджами с Graph Fenn. На сегодняшний день это визуальные макеты и, соответственно, находятся продукты разработки. Также в разработке перспективные картриджи Graph Huge Universal, подходящие ко всем выпускаемым в России типам кувшинов. Презентация подробная будет проведена на форуме в Москве 20 апреля 2019 года. Сейчас пока все изображения и фотографии находятся под запретом, мы пока их не показываем. Ну и также будет представлен новый картридж Graph Huge для воды с нишки МПХ. Это кислые воды, которые не очень благоприятны для организма. Есть масса работ, которые говорят о том, что кислая вода для организма не является физиологичной. Физиологичной для организма и полезной водой является вода слабощелочная. Слабощелочная – это 8-8,5. Вот в этих границах она эффективно может нейтрализовать лишние кислоты. Пепсин в желудке может использоваться для лечения вот этих заболеваний с повышенной кислотностью. Может использоваться у спортсменов для улучшения результатов. Американский журнал спортивной и шанхайский журнал протективной медицины, профилактической медицины. И в «Мир без рака» книга Гриффина, она затрагивает целую главу, написанную по поводу щелочной и слабощелочной воды. Соответственно, для того, чтобы кислую воду сделать слабощелочной, не применяются никакие обменные смолы или какие-то специальные химически синтезированные вредные компоненты. В этом случае применяется засыпка из гранулята красноарктической водорослей, которая при реакции из кислой воды выделяет, обменивает вещества, которые делают воду кислой, на щелочные соли, минерализует дополнительную воду, то есть обеспечивает целый ряд положительных эффектов. Походные фильтры, которые на сегодняшний день уже закончили испытания по заказу Министерства обороны, был НИРС Министерства обороны, в результате будут давать следующие уникальные торговые предложения. То есть это, во-первых, самый популярный формат для туристов, для спортсменов, для военных. И количество параметров, по которым конкуренты очищают воду, колеблется от 4 до 10 параметров. На эту тему есть заключение трех ведущих НИИ по воде, это и немецкий, и американский, и наш институт Эрисмана Роспотребнадзора. Очистка идет по более чем 25 показателей. Также простота и дешевизна конструкции нашего изделия, сложность конструкции, количество деталей конкурентов, соответственно влияние этих факторов на цену, то есть это дешевизна изделия по сравнению с конкурентами. Ну и, конечно, всех интересует ресурс. Количество воды, заявленной конкурентными производителями, не соответствует действительности. Берется, видимо, какая-то совсем идеальная вода, когда китайская трубочка обещает почистить от 1000 литров загрязненной воды в походных условиях. Мы говорим гарантированно, что в походных условиях при питье из самых загрязненных источников вы будете иметь 60 литров чистой питьевой воды. Обычно походный фильтр предназначен для того, чтобы человек пребывал с ним в каких-то условиях, далеких от домашних, ну не более двух недель. Как раз это тот объем жидкости, который человеку должен быть достаточен. Ну и, естественно, если вы будете водопроводным, воду фильтровать, мы тоже можем сказать, что это будет не менее 300-500 литров. И важное замечание, тоже по результатам научно-исследовательских работ с Министерством обороны, было показано, что ни один фильтр не справляется со спорами формы боевых штаммов при применении бактериологического оружия. Сибирская язва, черная тома, наш фильтр прошел эти испытания. И цена при этом не будет превышать стоимость ординарных фильтров на основе активированного угля. Система будет коннектиться как с заплечным гидроком, система, которая используют спортсмены, туристы, военные, а также под резьбу стандартной пластиковой бутылки, пепсикольной, лимонадной, любой. Также монштук для засасывания с помощью силы рта и так далее. Вот результаты, отзывы и заключения Министерства обороны. И данные, которые мало кто еще видел, которые я показал только в нескольких городах на семинарах, это новейшие сравнительные исследования графена, которые показали очень интересные результаты. Сравнительные исследования всех представленных на рынке материалов, декларируемых как графены. То есть шесть образцов разных мировых производителей, которые указаны у компаний, которые их продают, как графены, на самом деле оказались терморасширенных графитов, ТРГ. Что такое терморасширенный графит? Это существенно отличающийся от графена меньшей сорбционной способностью материал. У него маленькая удельная поверхность по сравнению с графеном и очень большое количество примесей из-за его способа получения. Это серная кислота плюс щелочь, плюс термоудар в высокой температуре и получается терморасширенный графит. В отличие от графена, который производится совершенно экологичным способом. И в результате в нем нет примесей, поэтому он не дает в воду никаких дополнительных веществ, которые дают терморасширенный графит. Данное исследование еще раз подтвердили, что мы обладаем на сегодня уникальным материалом и должны смело заявлять о своих преимуществах. Наш материал – это нижний ряд снимков. Здесь видно, что это именно однослойные листки графена, в отличие от верхней фотографии, где просто графит разорван на куски. Круглые шарики – это графит, полученный в циклонах. Такие устройства, циклоны есть, в которых они обкатываются до состояния вот таких шариков. Это многослойные графитовые образования. Мы потратили достаточное количество средств для того, чтобы самим себе, прежде всего, доказать, что на рынке мировом на сегодняшний день невозможно найти промышленно производящихся объемов графена. При том, что эти шесть образцов, которые здесь значатся под названием серии 1.1, 1.2, 2.1 – это все разные производители. Соответственно, они варьируют по стоимости графена от 2 долларов за килограмм до 150 долларов за грамм. За грамм все цены – от 2 долларов до 150. Вот такое всемирное надувательство. Графены модные. Все пытаются сказать, что делаем графен или делаем фильтры на основе графена. На самом деле, этого ни у кого на сегодняшний день нет. Вот такая вот история. Итак, холестерин высокий. Что принимать? Холестерин высокий нужно, во-первых, принимать меры в виде диеты и приема продуктов компании, которые способствуют снижению уровня холестерина высокого. Что это за продукты? Ну, их достаточно много. Во-первых, это эсфолип, наш продукт, который содержит социальные фосфолипиды и применяется в комплексе мер по снижению холестерина. Во-вторых, это снизить в рационе потребление жиров до 10-15% от дневного колоража. Должен приходиться на жиры. Но обычно при высоком холестерине у человека поедает 30% жиров из всех дневных калорий. Плюс масло черного тмина, плюс масло чая, которое содержит омега-3, альфа-линолиновой кислоты, больше 65% и, соответственно, способствует снижению уровня холестерина. И базовые продукты. Когда менять фильтр? На семью из трех человек один картридж служит обычно не меньше 3-4 месяцев. Потом его можно менять с профилактическими целями. Соответственно, что можно сказать насчет рапсового масла в составе Juice for Join? Чем отличаются капли фролова от нашего Диаб-3 капель? Я не знаю, что такое капли фролова, поэтому ничего не могу сказать, чем они отличаются, но я себе запишу, изучу этот вопрос. Рапсовое масло в составе Juice for Join. Что я должен сказать? Я не понимаю вопроса про рапсовое масло. Это гидрогенизированное рапсовое масло, которое служит для того, чтобы все остальные компоненты, которые существуют в этом составе, равномерно растворялись без применения блендера и так далее, чтобы вы могли встряхнуть их в шейкере или разбавить ложкой. Ведь качество компонентов очень разное. Например, вы можете на рынке купить гидрогенизат коллагена за 500 рублей килограмм, но он будет комковаться и превращаться в такие шарики. А можете купить за 30 долларов килограмм, он будет прекрасно размешиваться ложкой без всякого шейкера. Поэтому все компоненты технологам по уму заведены в состав для определенных целей. При боковом амиотрофическом склерозе. При боковом амиотрофическом склерозе надо принимать антиоксиданты в первую очередь, поскольку это уже заболевание, которым бороться достаточно трудно. Но у него есть всегда некий аллергический компонент, поэтому это минимизация животных белков в рационе, белого хлеба, сахаров, молочных продуктов и так далее. И плюс мультиминеральный комплекс, который восстановит электролитический баланс в организме, мышечную проводимость улучшит и так далее. И, соответственно, желательно продукты с витамином Е, с Q10. Соответственно, Q10 у нас продукт пока еще не зарегистрирован. С витамином Е у нас есть продукт, это Суперлин масло, в котором в одной ложке 40% рекомендуем суточной дозы натурального витамина Е, мощнейшего антиоксиданта тоже, с токоферолами, токатриенолами, все природные замеры. Вопрос не по теме вебинара. Какой индекс РДА у нашей зубной пасты интересуются стоматологи? Не могу вам ответить на этот вопрос на данный момент. Картридж не меняет pH воды? Наш картридж не меняет pH воды на сегодняшний день. Картридж, который заменяет pH воды, он сейчас стоит у меня на столе, мы его испытываем. Какими продуктами можно излечить эндометриоз? Эндометриоз нужно лечить у гинеколога и не с помощью продуктов. Медиактив закончился, когда будет следующая партия в Москве? Следующая партия в Москве будет, я думаю, уже на этой неделе, будет на складе у нас и, соответственно, можно будет заказать. Вы по-любому заказывайте, как только будет Медиактив, вам отправят вашу заявку. Будет ли водопроводная система очистки воды? Да, я сегодня о них вкратце упомянул, будут и водопроводные системы очистки воды, то есть, система очистки, которая требует некого монтажа, подключения и так далее, либо под раковину, либо еще куда-то. Граф, чистит ли дезавит? У нас воду чистят дезавитом. Я не знаю, что такое дезавит, извиняюсь, поясните, пожалуйста. В каком продукте есть аминокислота L-аргинин? Так, по памяти сейчас не скажу вам. Какую схему из каких наших продуктов можно использовать для чистки лимфы? Ну, это такое странное выражение, чистка лимфы. Тот образ жизни, который он пропагандирует, ведет к тому, что организм избавляется от всех шлаков и токсинов, где бы они ни находились. Давайте рассуждать следующим образом. Зачем вообще организм нужно чистить? Дело в том, что если мы едим продукты, которые друг с другом не сочетаются, либо продукты кушаем слишком много, то, что организму не нужно. Например, едим с утра до ночи животную пищу, при том, что мы взрослые люди, мы не теряем практически белка, и нам не нужно столько белка. Куда будет организм все это девать? Продукты расщепления белков, аминокислоты, дальнейшие токсические продукты, аминокислоты, бензольные кольца. Куда? Значит, что-то он превращает в аммиак, и мы выдыхаем с легкими, с какими-то соединениями, типа мочевая кислота, это выходит все с мочой. А если организм не может с этим справиться, он ныкает это в жиры, например. Когда мы начинаем худеть, это все выползает в кровь и так далее, и так далее. Поэтому весь образ жизни, который мы предлагаем, это и повышенное количество питьевой воды в течение дня, и отказ от несочетаемых друг с другом продуктов. Употребление базовых продуктов, в которых есть все аминокислоты, антиоксиданты, витамины и минеральные все вещества, да, это само по себе заставит организм отказаться. Во-первых, мы также пропагандируем схеме базовой коктейли, которые заменяют обычный прием пищи и снижают калорийность. А когда мы создаем отрицательный энергетический баланс, организм сам все шлаки и токсины будет утилизировать, потому что у него будет отрицательный энергетический баланс. Он будет искать резервы, он будет убирать жиры и так далее, и так далее. А с жирами будут уходить и токсины, которые в них накоплены. И тут замкнутый круг. Вам опять нужно больше воды, чтобы все токсины, которые с жирами уходят, они спокойно выходили из организма, потому что только при посредстве воды это можно осуществить. Значит, аденома. Какое комплексное лечение? Ну, аденома, комплексное лечение, нужно обязательно наблюдаться раз в полгода, проходить чек у уролога. И, соответственно, у нас есть профилактический продукт, который называется Андро-Про, который содержит целый ряд компонентов, улучшающих состояние предстоятельной железы, снимающих отек предстоятельной железы, улучшающих половую жизнь и так далее. 41 год, женщина купорос на лице от крема Гермес, сильное покраснение капсулы. Гермес нельзя, пониженное давление. Что делать? Ну, во-первых, Гермес не предназначил для нанесения на лицо. Это крем для ног. А капсулу Гермес нельзя, потому что пониженное давление. Но я, честно говоря, капсулы Гермес не понижают давление. Поэтому, во-первых, все это нужно лечить. Если вы произносите слово «лечить», вам нужно к врачу. Мы обеспечим профилактические мероприятия с помощью возвращения к полноценному питанию и снабжения организма необходимыми питательными веществами, которых мы не получаем с обычной пищей. Если вы говорите, как лечить купорос, вы должны обратиться к дерматологу на лице. Какие продукты можно, если ребенок на искусственном питании? И какие? С детьми, пожалуйста, обращайтесь к педиатрам, специалистам по детскому питанию и так далее. Мы не занимаемся детьми, тем более не написано, какой возраст. Есть даже специальные нормы, когда мы можем на упаковке писать дети. Дети с 5 лет, мы должны пройти специальные исследования препарата в Институте детской болезни. И только после его заключения Роспотребнадзор разрешит нам делать на упаковке надпись «Детям с 5 лет». А все остальные биологические недобавки, специальное функциональное питание, спортивное, только детям с 12 лет, без особых указаний. Планируете ли вы производить ушные капли от тугоухости? Ушные капли от тугоухости – это, соответственно, нонсенс. У нас даже таких лекарственных капель не существует, потому что тугоухость каплями не вылечишь. Тугоухость – это заболевание, которое имеет разный генез, то есть разные причины. И чаще всего это накопление различных продуктов обмена, гомоцистеина, например, тоже, что вызывает развитие и атеросклероза, и так далее. Либо токсические воздействия на нервы, на нервную ткань, например, антибиотики. Кто-то в детстве, например, пробил курс антибиотики и стал плохо слышать. Разные причины. И лечить их нужно по-разному. От тугоухости сейчас очень много есть операций, различных методов. Это все нужно делать с лоро-специалистами. Но есть комплекс, например, Акустикус, который я вывел на рынок аптечный еще много лет назад, лет 10. И о нем очень хорошие отзывы. В нашей компании пока такого специального комплекса нет. Но если вы покупаете базовый продукт с насыщенными минеральными веществами, то улучшение, забывая все время это слово, я сегодня уже произносил, но опять вылетело у меня из головы, электролитного баланса, восстановление часто приводит к улучшению и слуху в том числе. Когда будет кофе? Мы стараемся успеть 20 апреля с новыми продуктами, с кофе тоже самое. Какой АВП воды после очистки нашим картриджем? Наш картридж не меняет АВП воды, но я думаю, что это нуждается в исследовании. Мы не исследуем этот показатель по той причине, что этот показатель не используется вообще для оценки качества питьевой воды. Это очень изменчивый показатель, относящийся к электромагнитным свойствам и к качеству воды, не имеющей отношения. При аномалии Киммерли можно ли улучшить состояние с нашими продуктами? Аномалии Киммерли это некое физическое отклонение от нормы в строении шейных позвонков. И поэтому, как вы хотите, с помощью продуктов их изменить. Аномалии Киммерли это беречь шею на отдел позвоночника, ходить при каких-то проблемах к грамотному мануальному терапевту или остеопату с неврологическим образованием желательно, чтобы не навредить. И принимать все меры для профилактики сосудистых проблем в этой области. Потому что, если есть аномалия Киммерли, еще возникну сужение, например, позвоночных артерий, причине атеросклероза и так далее, то будет хуже. Поэтому нужно применять меры для улучшения венозного тока из пола черепа, для улучшения микроциркуляции, например, комплекс Гермес и базовые продукты. Киста в пазухе носа. Что рекомендовать? Киста в пазухе носа ничего нельзя сделать с кистой в пазухе носа, если она мешает, если она воспаляется, нагнаивается, вызывает неврологию треничного нервы, ее нужно убирать. Сейчас операции делаются гибкими эндоскопами, бескровно, быстро, качественно. Семенные кислоты есть в нашем коктейле. В нашем коктейле есть 9 незаменимых, 11 незаменимых аминокислот и еще 2 дополнительные. Кто-то недавно спрашивал, всего аминокислот 20, почему у нас 22 в коктейле. Вообще аминокислоты больше 5000, чтобы вы понимали. Просто когда речь идет о 20, это аминокислоты, из которых наш организм строит свои белки. Аминокислоты в мире, в природе гораздо больше, их тысячи. Просто они нам до лампочки, они нам не нужны. Но некоторые из этих аминокислот добавляются в различные продукты питания, специальные, спортивные, потому что обладают неким действием в нашем организме. Являются донаторами, донорами каких-то нужных веществ и так далее. Когда будет наличие превентера LC500? Хороший вопрос, самым озабочен. К сожалению, мы не ускоряем процесс регистрации, потому что это удорожает продукт. Поэтому своим путем все идет обычно от 7 до 9 месяцев. То есть этот срок уже подходит. Я очень надеюсь, что этот продукт будет у нас в самое ближайшее время. Надеюсь, что он будет до мероприятия, до 20 апреля. Эль-аргинин, соты коктейли. Да, алгинин должен быть в коктейлях. Благодарю за ответы за спрос на дезодоранты. Есть спрос на дезодоранты, антипреспиранты, лечебные тампоны для женщин. Будет ли возможность у партнеров иметь в нашей компании? Ну, да, накапливаются такие запросы. Про дезодоранты я сразу скажу. Серебро 30-ка, прекрасный дезодорант. Если вы подрыскаете подмышки, то запаха не будет вечером никакого. Потому что, соответственно, те бактерии, которые подмышкой, они улетучатся. Которые могут разлагать пот и вызывать запах. Как лечить грыжи и протрузии позвоночника? Ну, этот метод исключительно физический. Как лечить? Это опять-таки есть специальные люди, которые им занимаются. Например, метод бубновского, почитайте книжки. Там все написано, какие упражнения способствуют избавлению. Специальные упражнения. Планируется что-то против облысения. Да, у нас есть разработки против облысения. Это линия пептидной косметики, которую мы планируем запустить в линейке Missyuri. С двумя пептидами, ашревин и инфалин, которые способствуют укреплению целлярной мышцы, которая держит волос, препятствует выпадению. И стимулирование луковиц дремлющих к росту новых волос. Псориатический артрит. Что посоветуете? Ну, псориатический артрит – это тяжелое, достаточно осложнение псориаза. При псориатическом артрите я посоветую диету с ограничением животных белков. Прежде всего, молочки, белого хлеба, сахаров, доступных углеводов, скажем так, быстрых углеводов. И применение J4Joint, соглевых суставов. Можно применять медиа-актив. Также и все те же средства, которые помогают при кожном псориазе. Это сауна, это инсоляция, то есть загар и так далее. Пользуюсь этим картриджем около года. Любовь из Томска. Прижимистый вы там в Томске целый год пользуетесь. Но если вы живете одна, то вы можете пользоваться. На семью из трех-четырех человек картриджа хватает примерно на четыре месяца. Просто хочется пить хорошую, чистую, свежую, вкусную воду. Поэтому я меняю картридж раз в четыре месяца. Спасибо за внимание. Я выключаю презентацию. Даю слово следующему докладчику. Даю слово следующему докладчику. Даю слово следующему докладчику. Даю слово следующему докладчику.